Обратимся к одному из самых удивительных и интересных фактов, который сегодня привлекает внимание ученых, специалистов в области геофизики и астрономии. Скорость вращения нашей планеты, Земли, постепенно увеличивается. Да, вы не ослышались. Именно так. И это не какая-то ошибка или иллюзия, а реальный, подтвержденный научными наблюдениями факт. В течение последних десятилетий ученые обнаружили, что наша планета вращается чуть быстрее, чем это было ранее, и этот процесс вызывает у них массу вопросов и предположений. Это явление, несмотря на свою кажущуюся простоту, связано с множеством сложных физических процессов и требует тщательного изучения, чтобы понять его природу и возможные последствия. Что же происходит с вращением Земли? Почему оно меняется? И как вообще возможно, что такие небольшие изменения происходят в огромной системе, которая кажется настолько стабильной и вечной? Эти вопросы волнуют ученых уже много лет, и ответы на них требуют глубокого анализа и знания физических законов, управляющих движением планеты. Давайте попробуем разобраться во всем этом подробнее и понять, каким образом БАД может происходить ускорение или замедление вращения Земли. Итак, начнем с самого простого и понятного. Сколько времени занимает Земле один полный оборот вокруг своей оси? Этот период мы называем сутками. В повседневной жизни мы привыкли считать, что сутки – это ровно 24 часа, или 86 600 секунд. Именно за это время Земля совершает один полный круг вокруг своей оси, и все мы живем, ориентируясь на этот ритм. Но возникает вопрос. Если бы мы измеряли вращение только этим временем, то как бы заметили, что оно меняется? Ведь на первый взгляд кажется, что все стабильно и ничего не меняется. Чтобы понять, происходит ли что-то с вращением нашей планеты, нужно использовать более точные и надежные средства измерения времени, чем просто наблюдение за суточным циклом. Нам нужны приборы, которые могут дать нам очень точные показатели, насколько быстро или медленно вращается Земля в реальности. И именно здесь на сцену выходит современная наука, начавшая развиваться в 1950-х годах с появлением первых атомных часов. Атомные часы – это уникальные и невероятные устройства, которые позволяют очень точно измерять время на основе вибраций внутри атомов. Эти часы не связаны ни с Солнцем, ни с Луной, ни со звездами, они создают собственную шкалу времени, независимую от внешних факторов. Впервые такие часы были разработаны в середине XX века, и с тех пор они стали эталоном точности. В чем их особенность? В том, что они используют частоты колебаний атомов, например, цезия или рубидия, и благодаря этому способны показывать неразличимую даже для самых точных астрономических методов точность. Когда появились атомные часы, ученые начали сравнивать их показатели с данными о вращении Земли. И вскоре стало ясно, что между этими двумя измерениями существует разница, и эта разница со временем становилась все более заметной. В 1970-х годах, когда начали внедрять системы глобального позиционирования и синхронизации времени, ученым пришлось принимать меры. Они поняли, что если не учитывать эти различия, то точность определения времени и навигации начнет страдать. В результате, начиная с начала 70-х годов, было принято решение о введении так называемых «високосных секунд». Эти дополнительные секунды вставляются либо в самый конец декабря, либо в середину июня, чтобы компенсировать накопившуюся разницу. В большинстве случаев, в последний день года, 31 декабря, добавляется одна секунда. И это означает, что последний минут этого дня содержит 61 секунду вместо привычных 60. Или же подобное происходит 30 июня, на середине года. С 1972 года, когда впервые начали использовать атомные часы для точного измерения времени, было вставлено уже 27 таких «високосных» секунд. И все они связаны с медленным замедлением вращения Земли. Эти корректировки происходят регулярно, примерно раз в месяц, иногда чай, иногда реже. И их осуществляют автоматические системы, встроенные в глобальные системы синхронизации времени. Ученые накапливают и анализируют данные, чтобы понять, насколько планета замедляется или, возможно, ускоряется. И, что интересно, эти изменения настолько малы, что для большинства из нас они практически незаметны. Время, добавляемое или убираемое в календарь, это доли миллисекунд, которые ученые внимательно отслеживают, сравнивают и используют для корректировки времени. Если бы Земля вдруг начала ускоряться, например, на целую секунду, то для компенсации этого изменения было бы достаточно просто убрать одну «високосную» секунду в определенном месте. Тогда последний минутный интервал в году содержал бы всего 59 секунд вместо 60, и никаких заметных изменений для человека это не вызвало бы. Все происходит автоматически, и эти коррекции не требуют от нас никаких усилий или особого внимания. Ваш телефон или компьютер знает об этом, и все эти операции происходят за кулисами системы глобального времени. В итоге, миллисекунды, добавляемые или убираемые из календаря, не оказывают никакого влияния на нашу повседневную жизнь. Кто из нас живет по миллисекунде? Я делаю предположение, что большинство – нет. Для обычного человека такие точные измерения – это скорее теоретическая необходимость, а не часть реальной жизни. Множество факторов – и природных, и техногенных – оказывают влияние на вращение Земли. Самое очевидное – это приливные волны океанов, вызываемые Луной. Именно Луна создает тяготение, которое вызывает приливы и отливы, а также приливный выгиб – поднятие воды на континентальных шельфах. Эти приливы не только влияют на уровень воды, но и оказывают обратное воздействие – так называемый эффект обратной связи. Планета и спутник участвуют в своем космическом танце, где Луна вызывает приливы. А приливы, в свою очередь, воздействуют на движение Луны, заставляя ее медленно удаляться от Земли. Интересно, что это не только влияет на уровни океанов. Благодаря этим гравитационным взаимодействиям Луна медленно удаляется от Земли. Каждые несколько миллионов лет, согласно законам гравитации и закону сохранения углового момента, расстояние между ними увеличивается. И этот процесс подтвержден современными измерениями. На сегодняшний день ученые уверены, что Луна удаляется со скоростью примерно в несколько сантиметров в год. Эта цифра подтверждается экспериментами, проведенными с помощью лазерных отражателей, которые были установлены на Луне еще в 1969 году в ходе миссии «Аполлон-11». Тогда астронавты Нил Армстронг и Бас Олдрин оставили на Луне специальные зеркала, которые получили название «угловые отражатели» или «корневые отражатели». Эти зеркала — это муты Эмммипуса. Это устройство, которое отражает лазерный луч, посланный с Земли точно параллельно направлению, откуда он пришел. Ученые посылают лазерный пучок, измеряют время, за которое он возвращается, и на основе этого вычисляют точное расстояние до Луны с необыкновенной точностью, иногда до нескольких сантиметров. Благодаря этим экспериментам ученые подтвердили, что Луна продолжает удаляться от Земли, и что этот процесс происходит уже миллиарды лет. На сегодняшний день ученые точно знают, что расстояние между Землей и Луной увеличивается примерно на 3,8 сантиметра каждый год, и это подтверждено множеством точных измерений за последние десятилетия. Этот процесс – результат гравитационного взаимодействия и постоянных изменений в движении тие тела, которое вращается и движется в пространстве. Однако приливы, гравитация и удаление Луны – это не единственные механизмы, влияющие на вращение Земли. Существуют и другие факторы, которые могут как замедлять, так и ускорять вращение нашей планеты. Например, землетрясения – мощные природные катаклизмы, способные сдвигать массу внутри земной коры и вносить изменения в распределение этой массы. Представьте, что вы – фигурист, который вращается на льду, раскинув руки. Когда он расширяет руки, вращение замедляется, а когда подтягивает их к телу – ускоряется. Это – закон сохранения углового момента. Если масса приближается к оси вращения, скорость вращения увеличивается, а если удаляется – уменьшается. Также перемещение животных, миграции людей, перемещение больших масс внутри земной коры – все это вносит свои коррективы в вращение планеты. Обычно миграции происходят с севера на юг или наоборот. Если человек или масса перемещается к экватору, то это – перемещение массы дальше от оси вращения, что, согласно законам физики, замедляет вращение. И наоборот, перемещение к полюсам приводит к ускорению. Кроме того, важным фактором является таяние полярных льдов. В последние десятилетия, особенно в связи с глобальным потеплением и изменением климата, наблюдается активное таяние ледяных массивов в Арктике, Гренландии и Антарктиде. Когда лед тает, вода возвращается в океан, и это меняет распределение массы по поверхности Земли. Перемещение огромных объемов воды с полюсов к экватору – это еще один важный фактор, который влияет на скорость вращения планеты. Чем больше воды перемещается, тем медленнее вращение Земли. Это не просто гипотеза, а подтвержденный научными данными факт. Внутреннее строение Земли тоже играет важную роль. В ее ядре сохранился остаточный источник тепла, который существует со времен ее формирования и от распада радиоактивных элементов. Это вызывает движение жидкого металла внутри ядра, которое порождает магнитное поле. Но эти внутренние процессы не только создают магнитное поле, они также могут оказывать влияние на вращение планеты, вызывая очень тонкие изменения в скорости вращения. Внутренние слои, движущиеся относительно друг друга, вносят свой вклад в изменение углового момента и, соответственно, скорости вращения Земли. Все эти природные явления – приливы, землетрясения, миграции, изменения климата и внутренние движения – оказывают влияние на вращение нашей планеты. И все это тщательно отслеживается учеными на ежедневной основе. Они сравнивают показатели вращения с точными атомными часами, чтобы понять, насколько и в каком направлении меняется скорость. Эти цифры невероятно точные, выражаются в долях миллисекунды. И несмотря на их малость, за десятилетия такие отклонения накапливаются и могут оказать заметное влияние. Иногда в СМИ появляется сенсационная информация, что Земля ускоряется, и никто не знает почему. Но на самом деле все гораздо проще. Причины этого ускорения хорошо изучены и объяснимы. Все, что влияет на изменение скорости вращения Земли – это известные физические и гравитационные процессы, и они тщательно отслеживаются уже более полувека. Это приливы, гравитационные взаимодействия с Луной и Солнцем, землетрясения, миграции, меющие и перемещение масс внутри земной коры. Все это – предмет научных исследований и моделей. И все это подтверждено многочисленными измерениями и наблюдениями. Так что, когда вы слышите о загадке быстрого вращения Земли, помните, ученые все знают и все отслеживают. Эти изменения, Бутон, это не мистические явления или что-то сверхъестественное, а вполне объяснимые физические процессы, и они хорошо изучены. За последние 50 лет ученые сравнивают показатели вращения с очень точными атомными часами. И эти цифры – это доли миллисекунды. И хотя в какой-то конкретный день могут происходить небольшие скачки или падения, эти изменения, как правило, компенсируют друг друга со временем. В целом, ничего опасного или сверхъестественного в этом нет. Вращение Земли – это часть ее естественного цикла, который мы можем измерять и учитывать. В итоге, все это – не причина для паники или тревоги. Просто мы живем на огромной планете, которая вращается как гигантский балетный танцор, исполняющий космический вальс под управлением гравитационных сил и законов физики. И пока мы продолжаем наблюдать за этим движением, важно помнить, что эти изменения – это естественная часть ее жизни и динамики, а не зюстытая. Результат сложных физических процессов, происходящих внутри планеты и в ее окружении. И все это можно и нужно изучать, чтобы лучше понимать наш мир. Поэтому, до следующего раза, не переставайте смотреть вверх и продолжайте радоваться и удивляться тому, что наш мир – это место, полное тайн, красоты и постоянных открытий.